Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Артём Князев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В отделении Банка России по республике Татарстан подвели итоги конкурса педагогического мастерства. Профессор Казанского федерального университета рассказал, почему в России происходит сокращение численности населения. Ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров принял участие в заседании первого форума ректоров университетов России и Великобритании. На встрече были представлены лучшие примеры сотрудничества вузов и план развития взаимодействия. И Казанский федеральный университет в этом смысле один из лидеров сотрудничества с учеными Великобритании. А теперь к другим новостям. Отделение Банка России по республике Татарстан наградили победителей и призеров конкурса лучший урок по финансовой деятельности. В числе победителей преподаватели лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Более подробно смотрите далее. В отделении Банка России по республике Татарстан состоялось награждение победителей и призеров конкурса педагогического мастерства лучший урок по финансовой деятельности. Всего было подано более 100 работ, после чего были определены 12 победителей и призеров в четырех номинациях. На награждении присутствовал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения Казанского федерального университета Айдар Туфитулов. Также победителями по двум номинациям «Лучший урок по финансовой грамотности в 5-9 классах», «Лучший урок по финансовой грамотности в 10-11 классах» стали преподаватели лицея имени Лобачевского при Казанском федеральном университете. Сегодня во время нашего скоротечного, быстротечного периода, когда везде практически используются финансы, знания по финансовой грамотности, на мой взгляд, ребятам пригодятся всегда. Программа финансового урока охватывает большинство сферы жизнедеятельности человека, что в дальнейшем поможет школьникам в подготовке к взрослой жизни. Российские эксперты, корректирующие официальную стратегию социально-экономического развития, государство бьют тревогу. Российская Федерация находится на пороге катастрофы в области демографии. Как бороться с демографическим кризисом и каковы его причины? Смотрите далее. Счетная палата в своем докладе об исполнении федерального бюджета за январь по сентябрь 2019 года объявила о том, что в стране происходит постепенное сокращение численности населения. На 1 сентября этого года количество россиян составило 146,7 миллионов человек. С начала года численность населения уменьшилась на 52,5 тысячи человек. В течение последних 40-50 лет рождаемость неуклонно снижается и уже достаточно давно она находится за гранью простого воспроизводства населения. То есть людей рождается меньше, чем рождалось в предыдущих поколениях. То есть каждое следующее поколение становится меньше, чем предыдущее. Такая картина наблюдается во всех развитых странах. Какое-то время убыль удавалось компенсировать за счет роста продолжительности жизни. При этом общая численность не уменьшалась, но происходил очень серьезный демографический перекос. Увеличивалась доля пожилых людей, но при этом сокращалась доля детей и подростков. Большинство стран, которые столкнулись с этой ситуацией, как я уже сказал, относятся к развитым странам и имеют возможность компенсировать выпадающие демографические потоки за счет потоков мигрантов. С этим же сталкивается и Россия. В последние, наверное, 15-20 лет численность населения России в значительной степени поддерживалась за счет миграционного притока, в том числе в основном из стран бывшего Советского Союза, из стран СНГ. Россия занимает первое место в мире по территории, но в то же время эта страна с крайне малой плотностью населения. С момента распада Советского Союза в стране постоянно отмечали отрицательный рост населения. Очень малочисленное было поколение, рожденное в 90-х годах. Соответственно, если будет меньше родителей, то будет меньше их детей. И второе – это затормаживание экономического развития, которое приводит к уменьшению привлекательности России для трудовых мигрантов. Соответственно, эти два фактора и повлияли на сокращение численности населения. В краткосрочном плане бороться с демографическим кризисом можно за счет облегчения миграционного законодательства, а также с помощью повышения рождаемости, на что последние 10-15 лет обращается достаточно большое внимание. Нужно понимать, что решить такого рода проблему быстро не получится. На это нужен не один десяток лет. По данным Всемирной диабетической федерации, в настоящее время в мире более 425 миллионов человек живут с диабетом. Причем каждый второй человек не знает о своей болезни. Поэтому в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом мы расскажем, какие симптомы у этой болезни и как предотвратить сахарный диабет. Задумывались ли вы, сколько сахара в день вы потребляете? А ведь многие даже не подозревают, что у них сахарный диабет. Какие первые признаки и кто находится в группе риска, узнаем прямо сейчас. Сахарный диабет – это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови. Сахарный диабет – это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением освоения глюкозы. У пациента в организме существует абсолютный или относительный дефицит гормона инсулин. Соответственно, в зависимости от того, абсолютный или относительный дефицит, и возникает первый или второй тип диабета. То есть первый тип диабета – это аутоиммунное заболевание. И в данном случае, в плане профилактики, тут пока никаких мер нет. Сахарный диабет второго типа – здесь уже немножко другая ситуация. Здесь развивается относительный дефицит инсулина, потому что заболевание связано с тем, что инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, но из-за того, что у пациента есть избыток массы тела, висцеральное ожирение, он плохо усваивается. Для того, чтобы предотвратить развитие сахарного диабета, следует определить факторы риска. При втором типе диабета фактором риска является именно малоподвижный образ жизни, склонность к избытку веса, наследственность. Развитие сахарного диабета напрямую связано с гормональным фоном человека. А гормональный фон во многом зависит от эмоционального состояния, наличия или отсутствия стресса. Вот передо мной кусочек мела. Есть два пути. Я его сейчас с удовольствием кушаю, так как нуждаюсь к кальциям, и мне хорошо. Либо я занимаюсь какой-то деятельностью, вот написал сахарный диабет, и сублимировал свою энергию. И вот у сахарного диабета как раз вот такая проблема стоит. У него есть установка на быстрое вхождение в некий комфорт, в некую радость, в некую сладость жизни, которая должна прийти оперативно. Симптомы диабета первого типа могут проявиться внезапно. В первом типе диабета это выраженная жажда, выраженная сухость во рту, частное мочеспускание в связи с тем, что пациент еще и много пьет, нарушение сна может быть в связи с этим, потом быстрая утомляемость, снижение работоспособности, похудание. При втором типе диабета также сухость во рту, жажда, снижение работоспособности. Но эти симптомы настолько невыражены могут быть, что пациент их не замечает просто-напросто. При диабете первого типа характерно массивное разрушение эндокринных клеток поджелудочной железы и, как следствие, критическое снижение уровня инсулина в крови. При первом типе диабета, получается, страдают бета-клетки, которые расположены в поджелудочной железе. Во время аутоиммунного процесса происходит гибель практически 90% этих клеток и просто-напросто они перестают из-за того, что погибли, вырабатывать инсулин. Единственный способ лечения – это инсулинотерапия. При диабете второго типа инсулин производится в нормальных количествах или даже в повышенных. Однако механизм взаимодействия инсулина с клетками организма нарушается. При втором типе диабета клетки поджелудочной железы не страдают от аутоиммунного процесса. Они работают, они вырабатывают инсулин. Но из-за того, что у пациента есть абдоминальное ожирение, висцеральный жир, происходит нарушение усвоения этого инсулина. Для того, чтобы проверить уровень сахара в крови, лабораторными методами необходимо произвести забор крови из вены или из пальца утром натощак. Специальной подготовки данные анализы не требуют. Однако накануне рекомендуется избегать физических и эмоциональных перегрузок, переедания и употребления спиртных напитков. По возможности перед процедурой следует отказаться от приема лекарственных препаратов. Чтобы уберечь себя от сахарного диабета, очень важно проводить профилактику. Для этого необходимо вести активный образ жизни и контролировать свой вес, правильно питаться, избегать стресса, а также контролировать уровень глюкозы в крови. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok